Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Объектив» и у нас сегодня в студии Акалбек Сапарбекович Умиталиев, заведующий кафедрой логистики Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Розакова, профессор, доктор экономических наук. Здравствуйте, Акалбек Сапарбекович! Здравствуйте! Хотела бы узнать о кафедре логистики. Вы возглавляете такую кафедру, она существует, оказывается, в стране, кафедра логистики. Что это за кафедра и каких специалистов, какого направления Вы готовите? Спасибо Вам за такую представленную возможность рассказать о деятельности нашей кафедры. В 2010 году, когда мы начали изучать возможность открытия такого нового направления для условий Кыргызстана, хотя это направление в 50-х годах прошлого столетия уже, развитые страны, в первую очередь Америка, европейские страны, благодаря этой логистике достигли хороших успехов. И мы начали тоже задуматься, как внедрить его в Кыргызстане, чтобы бизнес и все организации, которые вовлечены в эту экономическую деятельность, почувствовали преимущества и прелести вот этой науки, логистики. И, соответственно, до 2010 года, начиная с 2000-го года, точнее, наш бизнес, наши какие-то государственные структуры, частные неправительственные организации самостоятельно начали вовлекаться в эту логистику, потому что доноры, партнеры, у которых развита эта наука, они начали привлекать в таком частном порядке. Естественно, когда бизнес начал привлекаться в этой логистике, они почувствовали, что конкуренция суровая в мире, и все, прибегая к инструментам логистики, преодолевают эту конкуренцию, становятся конкурентоспособными и благодаря этой науке держат хорошие позиции в мире. Поэтому мы начали задуматься, как открыть это направление, чтобы кадры всегда решают все. Нам надо было фундаментально готовить именно специалистов по логистике, как инженеров, как бухгалтеров, как финансистов, как строителей, как все остальные профессии у нас в Кыргызстане. Это было сложно, но, тем не менее, мы с первым делом бизнесом посоветовались, проконсультировались, пригласили ведущих частных фирм, и благодаря их поддержке мы впервые в 2011 году обосновали эту кафедру для подготовки бакалавров и магистров. Это было два уровня баллонской системы, которая предусматривает три уровня обучения бакалавра, магистр, докторантуру. Нам на первой стадии удалось открыть только два уровня бакалавра и магистр. И сейчас я могу с гордостью заявить, что за прошедшие 10 лет из 15 студентов у нас сегодня обучается 290 студентов. То есть специальности востребованы? Очень востребованы. У нас бакалавров порядка 246, магистрантов уже 20 с лишним. И с каждым годом интерес, особенно среди нового поколения, новой генерации молодежи, которые вовлечены в это интеграционное международное образование пространства, они очень заинтересовались. И последние пять лет у нас такой большой наплыв к нам на кафедру, конкурс очень большой. В прошлом году на 10 бюджетных мест у нас претендовали 98 студентов с высокими баллами ОРТ. Это свидетельство, что это очень востребовано. И в настоящее время у нас вовлечения в прием проблем нет. В прошлом году 65 набрали студентов, в этом году 30 по контракту. И дальше развивается. И мы доказали, что в условиях университета тоже можно, если хорошо потрудиться, хорошо, если интегрироваться международный, хорошо участвовать в проектах, самостоятельно писать гранты и участвовать в проектах, можно развить и такое хорошее направление, как логистику. И моя задача была только одна, чтобы новые генерации молодежи, способности, которые хотят продвинуть эти дела, чтобы их не оставить шансов, чтобы не изучать логистику. Поэтому это хорошая наука, весь мир применяет. И благодаря этому мы открыли эту кафедру, и она успешно развивается. На сегодняшний день у нас уже мы открыли несколько направлений. Бакалавры у нас обучаются сейчас в сфере транспорта, в сфере предпринимательской логистики. В сфере предпринимательской логистики они могут после окончания бакалавров могут обучить управлять любым складом, который сегодня очень много у нас, любым торговым распространительным центром, транспортных компаний, частных очень много сейчас, могут работать в отделах снабжения, в отделе закупок, в отделе маркетинга, в отделе менеджмента, аналитической работы. А магистранты более высокий уровень образования. Для них мы открыли три программы, также транспортная магистрская программа и закупочная. Третью открыли в этом году, благодаря проекту «Ерасмус плюс Евросоюз» открыли мы логистику производства. Очень востребованную, хорошую выиграли грант. У нас три магистрские программы сегодня существуют. И здесь я хотел бы сказать, что как пример можно распространить в Кыргызстане, как можно успешно продвигать какое-то учебное направление, это благодаря только проектам грантовой поддержки. Самостоятельно мы знаем ситуацию в стране, в университете в Кыргызстане всегда не хватает нам ресурсов, но мы должны, каждый кафедр, каждый деканат должен самостоятельно попытаться подготовить. И вот мы благодаря вот этой грантовой проектной поддержке мы развили эту кафедру на современный уровень. Сейчас в Евросоюзе у нас проект. Недавно Всемирный банк, грант выиграли, зарегистрировались в Вашингтоне как поставщик услуг. Университет, впервые в истории Кыргызстана, университет никогда Всемирным банком такой прямой связи не имели. А нам удалось, конечно, это долгий путь, но благодаря, я раньше работал в бизнесе, в проектах Всемирного банка работал, создавал какие-то учебные центры, и это удалось реализовать в жизни, и в итоге получилась у нас очень востребованная, современная, хорошая кафедра, в которой готовим бакалавров и магистрантов. Что значит для ВУЗа показатели основные какие? Это прием студентов, потому что от него формируется наш бюджет, наше существование, финансирование. И, естественно, трудоустройство. Трудоустройство. Если качества нет, конечно, трудоустройства не будет. Сегодня у нас 90% трудоустроены. Они 3D устраиваются, ваши выпускники, в нашей стране, или же востребованы и за пределами Кыргызстана? Я могу начать из-за предела. Допустим, я могу сказать, три наших мастера-студента, которые заканчивали нашу бакалаврскую программу, после, по нашему опыту, как я пишу, гранты, проекты, они тоже начали писать гранты, проекты, так называемые, есть программа, германская академическая программа, подали туда, по конкурсу прошли 3 моих студента, 2 года бесплатно за счет гранта обучили в Германии, и остались там работать в крупных логистических компаниях. Таких примеров очень много. То есть наши осваивают еще и другие рынки. Почему? Потому что мы установили бакалавру, на уровень бакалавров, мобильность студентов с этим немецким вузом. Один семестр, талантливые наши студенты, которые хорошо знают предметы, владеют хорошим языком, мы их отправляем на один семестр обучения, немецкие вузы, они возвращаются, подают такой хороший пример среди студентов, и все студенты стремятся попасть в это семестр обучение, и у нас таких партнеров много в Европе. Франции, Германии, Венгрии в частности. И на местном рынке у нас очень хорошие связи. Я же вам говорил, в начале 90-м году, когда мы открывали это направление логистики, я проконсультировался с крупными бизнес-представителями. Они сказали, да, мы все готовы. Что это нужно, что это важно, да? Это важно, потому что зачем нам время тратить, деньги тратить, готовить своих специалистов, когда вы хорошо подготовите, дипломированы, мы можем на практику их пригласить, в четвертом курсе остажировать, и безболезненно принято работу. Хорошо. Аклбек Сапарбекович, давайте мы поговорим об исследовательском центре логистики и государственных закупок. Как я уже сказал, у нас двухуровневая система, пока лавр магистранты, и мы, учитывая, что специалисты по госзакупкам Кыргызской республики, это как в рыночной экономике, когда перешли, именно специалисты по государственным закупкам, у нас это новое направление, это появилось в 2000 году. Это атрибут рыночной экономики. Государственные закупки должны быть отдельные отрасли, потому что бюджетные деньги должны по конкурсу. И вот, исходя, что не было у нас специалистов, академических не готовили, мы открыли именно закупочную логистику для бакалавров, для магистрантов. Естественно, когда начали развиваться опять нехватка ресурсов, нехватка площадки, где они могут приложить свои знания, и начали писать проект Всемирному банку, выиграли грант и открыли под кафедрой вот этот исследовательский центр государственных закупок и логистики, объединили. Это одна структура, которая помогает студентам развиваться, вовлекаться в государственные закупки. Расскажите о перспективах и основных направлениях системы госзакупок. Система госзакупок у нас практически процесс становления прошел, сейчас находится на стадии развития, то есть законодательный уровень у нас практически уже сформирован. У нас осталось два проблемы в этой сфере. В этой сфере институциональную основу надо укрепить, то есть структуру какие должны быть, какие отделы должны быть, и персонал, который работает в этих структурах. И вот мы, именно перспектива сейчас усиливается, и международный донор признает, что нам надо укрепить институциональную основу и кадры. Вот исходя из таких требований, и мы, учитывая, что это перспективное направление, мы открыли университет именно на уровне бакалавров, магистрантов, именно специалистов по закупкам, и они, подготовленные специалисты, конечно же, выведут совершенно новый уровень в систему государственных закупок Кыргызской республики. Потому что открытым текстом в последнее время, конечно, уменьшился, но еще много там, много недостатков. Мы об этом все знаем. Качество тендеров, качество закупаемых товаров, какие там жалобы, какие-то конфликты бывают. Конфилированность. Какая-то, ну, ангажированность, или какие-то групповые интересы. И я убежден, что такие комплексы вопросов, если поодиночке решать, нам очень сложно. Поэтому, когда вместе какую-то проблему решают, это может только что образованный, грамотный специалист. Он, конечно же, меньше подвержен всяким этим негативам, в той же коррупции. Он грамотный, воспитанный, хороший человек, знающий все тонкости. Академистик он получил образование. А до этого у нас подготовка вела краткосрочными курсами из других профессий, из строителей, из бухгалтеров, из финансистов. Готовили специалистов, соответственно, у них, во-первых, всегда уровень низкий, и, во-вторых, они выполняют другую работу, им это, то есть, тяжело было. А сейчас наша задача, именно, хороший вопрос задали, какая перспектива. Вот перспектива такая, надо институциональное усиливать. Совершенствование. Совершенствование. Их кадры. Я думаю, у нас будущее впереди. У нас система эта очень хорошую позицию займет. Ну, как вот провести такую вот работу, чтобы минимизировать коррупционную составляющую? Да, кадры нужны. Но, может быть, вы вносите какие-то концептуальные положения вот в своей работе? Ну, здесь, видите, когда мы рассматриваем, у нас же по оценке специалистов, тех же экспертов в Кыргызстане, какие коррумпированные виды деятельности, нам же известно. Это органы, силовые органы, в том числе разрешительные документы, в том числе государственные закупки входят в один из высоких уровней коррупции в системах. И здесь моя позиция такая твердая. Здесь нужен системный подход. Допустим, государственные закупки состоят из трех систем. Система состоит из трех столбов фундаментов. Законодательная база, институциональная основа, то есть организации, отделы какие, и люди, персонал. Вот, чтобы людьми бороться, бесполезно. Их так много, что мы их просто не преодолеем. Поэтому нам надо что? В первую очередь, законодательство надо так хорошо отшлипывать, чтобы не было там коррупционных каких-то схем или крючков. Второе, лишние структуры, лишние бюрократии, организации. Структуру надо оптимизировать. Естественно, эти две структуры идеально подходят. Туда добавить надо образованных специалистов. И тогда синхронизация пойдет, гармонизация пойдет, и вся система будет хорошо работать. А если какая-то столб эта система, допустим, плохие кадры будут, какие бы законы, какие бы структуры не создавали, вы же согласны, система будет пуксовать. Да. А вот скажите, пожалуйста, ну, как вот решить вот кадровый вопрос? Сколько времени понадобится, чтобы усовершенствовать эту систему? Ну, когда, в первую очередь, я когда работал в проекте Всемирный банк, у нас вообще не было такой профессии же. Закон только приняли, начали процедуру расписывать. Там вопрос был, кто будет выполнять эту функцию закупщиков. У нас не было, только проект Всемирный банк они готовили. И тогда мы просчитывали таких временных, хотя бы выполнять структуры, мы просчитывали примерно 10 тысяч была критическая цифра. Если мы 10 тысяч специалистов подготовим краткосрочными курсами, будем вовлекать в эту систему, внедрим в эту систему, тогда уже может наступить такой переломный момент. А сейчас мы эту задачу выполнили, а она оказалась, почему до конца не выполнена? Потому что краткосрочные курсы все равно полные эффекты не дают. И поэтому мы перешли теперь на университет академический, четырехгодичный, фундаментальный. Естественно, сейчас мизерно у нас, 23 года выпускаем по 20-25 закупщиков. И также мы должны сейчас критическую цифру просчитать, сколько бакалавров, магистров внедрим в эту систему, и вот переворот. Учитывая еще тот фактор, что многие уйдут в частный сектор, не уйдут в госзакупки. Да, да, да. И такая проблема есть в системе госзакупок, потому что многие образованные люди, опять-таки, из-за низкой зарплаты, если попадает в государственный орган закупщикам, там же платят мало. Но они востребованы в частном секторе. Любой частной компанией, ШУРО, Кока-Кола, крупной компанией, только благодаря специалистам по закупкам, по логистике, они держатся. Потому что платить им хорошие деньги. И логист сегодня что? Он координатор, он организатор, он вдохновитель, он все. Он такая универсальная профессия становится. Закупщик также очень должен многими элементами владеть. Это очень тяжелая профессия. Он должен знать и строительство, он должен знать и нормативы, он должен знать и качество, он должен знать и экономику, он должен знать и образование цены, он должен уметь поведение хорошее, конкурс организовать, комиссию создавать, общаться со всеми претендентами. Это же нелегкая работа. Поэтому мы стараемся, чтобы соответствовать этим требованиям специалист должен быть и в поведенческом плане себя хорошо вести. Он должен уметь, как говорят, обойти все, лавировать и, соответственно, в конце концов добиться эффекта. Потому что это деньги же, многие говорят, бюджетные, государственные, а сейчас во всем мире такая тенденция становится. Нас призывают говорить не государственными, не такими, а чтобы не назывались ничейными. Они говорят, давайте напрямую называть деньги налогоплательщиков. Я считаю это правильно. Психологически это деньги налогоплательщиков. А когда говорят государственные, государство-то многие не понимает, чьи эти деньги. Как будто бы ничьи. Как будто бы ничьи. Поэтому мы такой термин начали применять, это деньги налогоплательщиков, они используются, что самым эффективным способом. А это могут сделать только вот эти системы, процедуры, нормативы, регуляторы, структуры и, самое главное, люди. Самое главное, это кадровые вопросы. Одной из уязвимых, наверное, точек в системе государственных закупок является вопрос цены и качества. Да, здесь в государственных закупках, если анализировать, сейчас мы когда обучаем студентов, мы же обращаем на узкие места, на какую часть нужно обратить особое внимание. Уклон сделает. Уклон такой. В первую очередь, специалист должен хорошо запланировать, то есть план закупок должен составить. Что надо в следующем году, в этом году он должен как бюджет формирует, так же он бюджет должен формировать, заранее должен четко узнать. Прямо спецификации написать, а не так, просто написать мебель, как спецификацию, количество, качество, все расписать. Изучить рынок, сколько это стоит, потом формировать бюджет, потом только организовать. Тендер, и чтобы это предприятие в течение года не пострадало. Сегодня вот того не хватает, говорят, закупка виновата. Нет, не закупка виновата, плохое планирование виновата. Надо хорошо запланировать. И естественно, когда в законе есть такое требование, выигравший считает тот, у кого низкая цена, и некоторые из-за отсутствия глубоких знаний действительно на цену обращают внимание. А у нас, а там такое глубокие стоит знание, цена по низкой цене применяется, когда товар стандартный. Бумага, допустим, ручка, такие простые товары, они же имеют сертификат стандартный. Что их там сравнивают по другим критериям, простые, дешевые товары. У кого дешевле, на рынке же они одинаковые, одинаковые. А вот когда ответственные товары, допустим, вакцины, препараты, оборудование дорогое, автомобили, еще какие-то станки, сложное оборудование, тут цена, как во всем мире, цена роль, не главную роль играет. Надо учитывать другие критерии. Допустим, при покупке какого-нибудь дорогостоящего медицинского оборудования, если два компании, одна 100 тысяч, другая 120 тысяч предлагает, мы же сразу ассоциация, у кого 100 тысяч покупаем. Нет, надо сравнивать. И поэтому есть у нас в законе такой очень хороший термин, называется оцененная стоимость. Кроме цены, надо условно просчитать другие критерии, им надо дать весовую какую-то вес, сравнивать, и у кого коэффициент выше будет, может выиграть, у кого 120. 120, потому что 120 тысяч, которые дороже предлагают, у него дороже, чем 100 тысяч, но у него, видите, если он гарантию дает на 5 лет, если он обеспечивает запчастями, если он обучает, стажирует, все это плюс, он окупается за 5 лет эксплуатации, а этот ничего не дает, покупаем за 100 тысяч, через год. Снова купим еще. Снова купим, он может простаивать, может поломаться, никто металлоном превратит. Вот понимаете, вот этот момент, поэтому многие, качество, цену неправильно трактуют, неправильно прогнозируют, поэтому такое непонятно, нужен хороший специалист по закупкам. Чем бы и не заниматься. Хороший критерий должен был ставить, прежде чем тендер поставить. Вы согласны? Прежде чем тендер, надо условия хорошие расписать, чтобы всем поставщикам было понятно, четко понятно, на что они идут. Если им заранее распишем все правила игры, очень хорошо, прозрачно, открыто и понятно, самое главное, понятно, простую, не надо усложнять. Здесь тоже коррупция заложена, потому что многие под кого-то начинают составлять эти условия. Там два человека могут только разобраться. Иногда даже как эксперты мы смотрим, никак не поймем, что написали там требования. И начинаем говорить, кто это писал. Нельзя же так. Это называется нарушение принципа дискриминации. Нельзя дискриминировать. У всех должны быть равные условия, равный доступ. А для этого он должен упрощать, понятное, четкое, хорошее сделать, добросовестно, справедливое должно быть. Спасибо вам большое, Аклобек Сапарбекович, за информацию, за предоставленную информацию. Будем надеяться, что ваши студенты станут хорошими специалистами и минимизируют коррупционную составляющую в сфере госзакупок. Уважаемые телезрители, благодарю вас за внимание и до новых встреч в эфире.